Всех приветствую! Продолжаю познакомиться с творчеством художников и их автобиографии Антонио Кабрал Бехарана. Испанский живописец считается приверженцем как общеевропейской грамматической живописи, так и специфической испанской школы костюмбризма. Это литературная и живописная интерпретация местной повседневной жизни, манеры и обычаи, в первую очередь в испаноязычной среде, особенно в XIX веке. Его предки на протяжении нескольких предыдущих поколений были художниками, и первоначально он обучался у своего отца. В основном он работал в своем родном городе Севилья, получая множество заказов от местных властей. Был первым директором музея изящных искусств Севилья. Родился 31 октября 1798 года в Севильи. Парадедом был художник Диего Бехарана. Получил художественное образование своего отца. В 1812 году, после того, как французские захватчики были вынуждены эвакуировать Севилью, занятия возобновились в Школе Трех благородных искусств. Антонио Кабрал поступил туда в качестве студента. В 1814 он сотрудничал со своим отцом в оформлении монастыря Святой Троицы, а в 1816 – в оформлении главного архива Индии, который в то время также был консульским учреждением. В 1819 помог построить погребальный катафалка в кафедральном соборе в Севилье в память о Марии Исабель де Браганце, которая трагически скончалась в природах после двух лет брака. Он также сделал гравюру с изображением катафалка для обложки книги, посвященной этому событию. В 1820 он разработал для Городского Совета Севильи проект оформления памятников в честь Конституции 1812 года. В 1825 был назначен ассистентом профессора перспективы в школе трех благородных искусств. В 1835 получил назначение в Королевскую Академию Изящных Искусств Сан-Фернандо в Мадриде. В 1837 был назначен членом управляющего комитета недавно созданного Музея Изящных Искусств Севильи. Участвовал в организации различных акций и выставок. В 1839 городской совет Севильи заказал ему памятник Храм Мира, память о Вергарском мире, которому была закончена Королевская война. Я пользуюсь Википедией. В 1840 был назначен первым директором Музея Изящных Искусств Севильи. В 1846 разработал проект украшения фасада здания гражданского правительства по случаю свадьбы Изабеллы II и Луизы Фернандо с герцогом Кадиским и герцогом Монпансие соответственно. Проектировал фасад театра Страстей Господней, который располагался на одноименной улице. В 1847 расписал декорации сцены и крыши театра Сан-Фернандо. Написал несколько работ для герцога Монпансие. Вреди этих работ росписи часовни дворца Сан-Тельмо, приобретенные герцогом в то время, а также портреты выдающихся севильцев. В 1853 году разразился скандал. Его обвинили в распродаже 50 картин, принадлежащих музею Изящных Искусств. В результате он был уволен с поста директора. Вновь был принят в музее в сентябре этого же года, когда восстановил 50 картин. В 1823 году женился на Франциске де Паоле Агуада Пачек. Все его дети носили фамилии Кабрал Пижарана. Некоторые из них стали художниками. Умер в Севиле в возрасте 62 лет. Вот так вкратце из Википедии переводной о Антонио Кабрал Бихарана, испанском живописце, который считается приверженцем как общеевропейской и романтической живописи, так и специфические испанские школы костюмбризма. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.